Привет, друзья! Этот ролик будет несколько бомбящий, поскольку я вцепился в диалог с людьми, с некоторыми людьми по поводу работы на площадке, непосредственно запись звука в рекламе и кино. Предыстория этой темы такова. Я периодически смотрю одного кулинарного блогера и недавно в его последних роликах увидел радиосистему PicoGear. Эта радиосистема представляет из себя один основной блок, в котором все основные настройки и два небольших. Это сами передатчики. Они выглядят как маленькая гарнитура, в которую встроен микрофон и некий лимитер. Я решил поинтересоваться у этого блогера, как они в работе, зашел на его стрим, задал вопрос, он мне ответил. Вкратце по пунктам меня этот ответ удовлетворил, но я написал в чате, что к профессиональной работе, конечно, к сожалению, эти радиосистемы не годятся, поскольку это больше, наверное, какая-то блогерская репортажная история. В рекламе и кино нет. И тут же на меня посыпались вопросы, почему нет, почему и вообще зачем в рекламе и кино использовать петличные микрофоны, поскольку там есть специальный человек, который ходит с микрофоном-пушкой на удочке. Ну, примерно с такими там, но от фирмы Ships. Очень хорошая фирма, классные, высококлассные микрофоны, вопросов нет. И, типа, я рассказываю абсолютно ахинею, никто в этих съемках петличные микрофоны не использует. Ну, это меня несколько подорвало, конечно. Я высказался, насколько возможно, в рамках этого стрима, в рамках того стрима, к которому я подключился и разговаривал с людьми в чате. К этому спору присоединился человек, который работает на федеральном канале, и он мне начал объяснять, что это исключительно репортажная история. Что в кино и в рекламе петличные микрофоны не используются, потому что это однозначно брак. Ну, я попытался, конечно, объяснить, но времени на это не хватило, естественно. Это, на самом деле, достойно отдельного ролика подробного с разъяснениями. Поехали! Пробежимся быстренько по микрофонам, которые могут использоваться непосредственно на видеосъемках. Возьмём сначала петличные микрофоны. Например, Sennheiser идёт в комплекте с G4, с G3. Хотя нет, по-моему, с G4 они идут сейчас, да, с G4 Evolution. Обычный репортажный микрофон, который годится для интервью, для каких-то новостных подводок, для передач, где не нужно прятать его. Ну, такой средненький. Работает и работает. И то, что у меня сейчас есть, мой основной рабочий инструмент, это WOS Technologies VT500. Который годится абсолютно для всего. В том числе и для съемки рекламы и кино. Он очень маленький, у него тонкий профиль, такой он плоский. Гриль непосредственно над мембраной, который защищает мембрану микрофона, утоплен в корпус, что, собственно, позволяет много где его разместить удачно под одеждой, чтобы не создавать дополнительных помех, проблем, шуршания и так далее. И микрофон Пушка. Да, я забыл сказать, что конкретно петличные микрофоны, вот эти вот, они все направленные. То есть, они круговой направленности. Как бы вы их не разместили на человеке, они представляют из себя вот, ну, примерно вот такой круг, в котором сфокусирован звук. И, соответственно, вот некий sweet spot, как говорят американцы, он находится вот где-то вот здесь. Ну, можно перемещать где-то вот от этого места до солнечного сплетения. Там зависит от того, какая одежда на человеке. Так, собственно, и нужно будет размещать, чтобы получить качественный результат. Вот, но при этом его можно крутить вверх-вниз, как угодно. Собственно, как удобно, так и размещать. Вот этот микрофон, это микрофон Пушка, узконаправленный, суперкардиоида. То есть, он имеет узкий угол захвата. Внешние шумы, боковые, они отсекаются, насколько это возможно. Вот, и, соответственно, куда мы его направляем, куда мы его направляем, оттуда он и получает звук. Ну, естественно, там, поскольку он не предназначен там для вот такого размещения, если вы, конечно, какой-нибудь подкаст не пишете, не для видео. Вот, и, соответственно, он располагается на неком удалении. Вот, и не получается такого жирного, густого звука, если это не клоузап. Если это не клоузап, и микрофон вот не здесь. И больше он работает как вспомогательный инструмент. Именно как вспомогательный, когда нужно озвучить какие-то события вокруг или непосредственно связанные с персонажем, который сейчас в кадре находится. Теперь о задачах, которые стоят перед звукооператором, звукорежиссером непосредственно на съемках. Поскольку кадры могут быть разные, камер может быть несколько на одну сцену, разные кадры, может быть крупный, может быть общий, может быть суперобщий. Соответственно, с микрофоном-пушкой подлезть не всегда реально, чтобы не мешать свету, чтобы не попадать в кадр, чтобы не отбрасывать теней и так далее. И поэтому мы не можем получить стабильно, прям стабильно хороший результат, который нам необходим. Для этого мы используем вот такие маленькие петличные микрофоны, которые крепятся либо на тело, либо в какие-то элементы одежды, там под пуговку, где-то под воротник, как угодно. На самом деле техник там просто море. Все зависит от ваших умений и инструментов, которые у вас есть. Поскольку помимо обычного медицинского скотча, который чаще всего используется, медицинский тейп или я не знаю, как его назвать. В общем, это пластырь, прозрачный пластырь, который очень удобен на самом деле для работы. Он не филм, он не гипоаллергенный, поэтому актерам с чувствительной кожей он не страшен. Все будет хорошо. Еще используются дополнительные всякие крепежи, силиконовые, резиновые, мягкие, которые работают как некий демпфер и минимизируют всякие шумы от одежды. Вот, с помощью вот этого микрофончика маленького мы получаем ровный стабильный сигнал с хорошим уровнем, как бы тихо или громко, или громко не говорил наш персонаж. К сожалению, с пушкой этого, в принципе, невозможно добиться, если мы прям вплотную не подлезаем к персонажу. Поэтому, чтобы получить хорошую основу голоса, используется вот этот микрофон. Понятно, что там, если есть какое-то активное движение, там вот это вот все, когда человек бежит, идет там и так далее, всегда, всегда дополняется вот такими микрофонами. И даже если во время движения, если микрофон установлен хорошо, качественно, все будет в рамках того, чтобы нам получить именно хороший сигнал. Всегда, всегда в паре с петличным микрофоном дополняется пушка, чтобы, собственно, получить атмосферу и сработать с ней на дистанции, чтобы при миксе, когда уже на посте происходит обработка, мы получили какую-то пространственную информацию, чтобы мы могли, помимо непосредственной обработки, да, какой-то там технической, мы могли еще работать с пространством, миксуя сигнал с петличного микрофона и с пушки. Вот, собственно, для этого они используются. Также для звучания событий, которые происходят в кадре с персонажем, либо то, что происходит вокруг, в общем, либо какая-то диалоговая история, в которой невозможно использовать петличные микрофоны. Это там, допустим, это постель, это когда персонажи обнаженные, то есть тут в любом случае используется пушка, которой, собственно, можно снять нормальный диалог, на клоузапах можно снять, но чаще всего вот как раз такие вещи снимаются довольно крупно и там, соответственно, работает уже и даже не один бум-император, а два, если это два персонажа. Если это два персонажа, чтобы один и другой мог одновременно, могли одновременно направлять там, вот, допустим, персонаж один, персонаж второй, и вот так один оператор сюда, другой сюда направляет микрофон. Вот, соответственно, вот таким образом можно снять эту историю. Сейчас, кстати, на мне как раз вот такой же микрофончик стоит, VT500, который у меня спрятан под одежду. При этом я могу спокойно говорить, никаких помех нету, я там как-то двигаюсь, что-то делаю, да, и никакого брака не происходит. А всё, всё потому, что он установлен нормально, так как должен стоять. Вот, естественно, там некие частотные перекосы есть, поскольку он достаточно близко у меня расположен непосредственно к речевому аппарату и под одеждой. Соответственно, на посте уже с помощью эквализации там будут правки. И он вот будет звучать естественно, хорошо, так как должен звучать. Собственно, чтобы никаких провалов нигде не было, нигде не бубнило, но относительно, насколько это возможно. И чтобы верхние частоты были достаточно ясные и приятные. И завершая эту историю, петличный микрофон миниатюрный для скрытого ношения, чтобы получить качественный стабильный сигнал, независимо от того, насколько мы далеко находимся от актёра. Микрофон-пушка как вспомогательный инструмент для основного петличного, чтобы создать некое пространство, чтобы регулировать его, миксуя между этими сигналами, для звучания событий, для звучания всего остального. И в тех ситуациях, когда петличный микрофон недоступен, когда по каким-то причинам его невозможно использовать. На этом, пожалуй, всё. Я думаю, этой информации достаточно для понимания о работе с живым звуком, когда звук пишется на чистовую непосредственно на площадке. На этом я прощаюсь. Всего доброго и пока!